Как себя чувствуете? Прекрасно. Дано не в порядке, спасибо зарядке. Хорошо, давайте сейчас. Перед выходом на линию водители должны проходить не только медицинский, но и внешний осмотр комиссии. С наступлением весны тёплый свитер заменила жилетка. Белая рубашка, галстук, чёрные классические брюки и туфли. Только так, а не иначе, сейчас обязан одеваться водитель автобуса и маршрутки. Пока эти правила соблюдают не все. Руководители компаний-перевозчиков уверяют, до 15 марта все их сотрудники будут выглядеть с иголочки. Позаботиться необходимо и о дисциплине, подчёркивает первый заместитель главы города, хамству и курению в салоне следует положить конец. Город, который строила вся страна, является предметом особой гордости сегодня. Тем более после проведения Олимпийских игр. Мэр города, вся наша команда из кожи вон лезет, чтобы город был красивым, ухоженным, чистым. И вы все этим пользуетесь. А вы набираете хамло, которое портит настроение нашим жителям и гостям города. Понимаете, что вы делаете? Впредь водители всех автотранспортных предприятий должны быть не только вежливыми, но и соблюдать правила перевозки пассажиров, в частности, предоставлять билеты. С момента экспериментального введения кондукторов на одном из городских маршрутов собираемость выручки увеличилась на 42%. Расчёты, произведённые специалистами, показали ежемесячно городской бюджет таким образом теряет порядка 30 миллионов рублей. Этот показатель привёл к необходимости пересмотра системы оплаты. Есть понимание, что водители выручку не додают, к сожалению. В ближайшие несколько месяцев мы должны перейти на безналичную систему проезда. Будет увеличена контрольно-ревизионная служба, которая будет заниматься контролем обелечивания пассажиров. При разработке маршрутной сети и при её розыгрыше почему-то самые хорошие маршруты, дающие хорошую прибыль, оказались не у му по Сочи Автотранс. Я думаю, что это абсолютно несправедливо, потому что наши автобусы, они более подготовленные, они все кондиционированы, они новые, которые закуплены по лизингу к Олимпиаде. И наш подвижной состав позволяет работать на 80% этих маршрутов. Поэтому маршрутная сеть будет пересмотрена. Кстати, больше 80% частных маршрутных автобусов не оборудованы кондиционерами. Кроме того, некоторые имеют технические и внешние недостатки – разбитые стёкла, ржавый кузов и порванные сидения. На устранение всех нюансов компаниям-перевозчикам дан срок до 1 мая. К началу летнего сезона весь общественный транспорт должен быть ухоженным, капитально отремонтированным и кондиционированным. И это должно стать правилом в курортном городе. Кстати, до начала пляжного сезона в Сочи будет отремонтировано 46 дорог. Всего же в этом году пройдёт ремонт на 96. На эти цели выделено более полумиллиарда рублей. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.